Только что зашла в магазин, а там очередь кавказская. Не знаю, откуда это пошло. Ой, блин. Короче, я вижу, они двигаются как на завтра надо, а у меня же электричка. Я, короче, без очереди. Я хотела рассчитаться карточкой, но мне никто не поможет пробить булки. Поэтому я, короче, пошла в начало очереди. Кто на английском, кто на китайском. Ну, я на поисках. Прошу, мама, путёнок. Прошу, не мам, часу чекать. Такая наглая. И все люди как увидели, что я наглая морда, конечно, разузлились. Ну, и там начало это такая немножко... Нет, так они стоят, не видят, что кассы освобождаются. Ждут, пока им скажут. Я, короче, наглую это прочла, и кто-то увидел, тоже хотел за мной, но его уже. Короче, не, так, блин, они чухаются, как на завтра надо, как эти. Чуть-чуть шустрее надо двигаться. Ой, загрузила вам видео на... Короче, Wi-Fi от вокзала. Прямо в самом вокзале. Такая, думаю, чтоб быстрее. Все же на лету. Все. На занятии монтирую видео, на занятии, на уроки. Потом бегу. Потом бегу ещё, думаю, по пути, что его пожрать сейчас. Ну, у меня то есть сыр и масло, так шо, это мало. Поэтому ещё купила булок. Там шинка и костя на краёна нарезана. И что ещё? А, помидоров. На 14 злотых. И просто схватила и побежала. И вижу там очередь просто колоссальная. Я думаю, не могу я её стоять ждать, пока они расщухаются, все не спеша. Всякие там иностранцы, всякие эти. А там сделали так, что не очереди до касс, а одна очередь на все кассы. Все стоят смирно. Ну, кто наглый, как я. Есть кассы самообслуживания, но я не могу пробить себе булки. Ну, там долго бы я чухалась. Поэтому кому надо сильней, тот рвётся без очереди. Тем более все стоят смиренно и не подходят, пока номерок не назовут. А я вижу там вообще пустые кассы. Ну, то есть уже человек уходит и никто туда не подходит. Так не должно быть. Поэтому, короче, какие-то дела. Короче, сейчас присяду. Что-то мне горло немного. Надо принять жерла дома. Все. Слава Богу, завтра выходные. Завтра я еду на 12. Хоть отдохну. Сейчас хочу помыться. Это уже просто капец. Не знаю, когда покрашусь. Уже белые волосы видны. А хной я красилась. Хна после хны потом нельзя краситься красками. И оно паршивый цвет, я вам скажу. Цвет облезлой овцы. Мне не нравится. Красилась я лет 17-18. Не, оно укрепляет, наверное, волосы, но не хочу. Это не то. Я уже выросла с хны. У меня тут еда. Сыр. Помидоры. Вот эта штука. Сейчас еще булочку найду. Помылась. Я помылась. Блин, а где булка? А, вот она. Вот такая булка. Такая была я злая в поезде. Шой капец. Просто все раздражало. Ой, кто это там? Ладно, буду есть. И самое прикольное, когда наелся всего, а потом сел и мороженое хряпаешь. Вот почему у меня горло немного. Побаливает. Сейчас включаю видео блогера поляк из союза. Короче, смотрим баляка и едим мороженое. Он там по-новому стал снимать. Типа перезагрузка. Быстро все, быстро, быстро. Но на это надо время. Видите, как я худею. Скулы. Когда-то я сделаю перезагрузку. Начну снимать интересно. По-новому. Пока так. Худею, короче. Классно. Такая. А то, как девки делают. По-моему, уже чересчур. Наконец-то я помылась. Короче, надо менять жилье, потому что это напрягает. То, что я напрягаюсь, когда моюсь. Кажется, что сейчас придет баба и начнет. Ого, сколько воды. А она лежит и думает. Ого, сколько воды тратит. Короче, так хочу отдельно квартиру, чтобы никто меня не трогал, не обижал, не ущемлял. Ладно, будто есть мороженое. А уже 12 ночи почти. Доброе утро. Мы вот так вот спим. Он просто такой мягкий, теплый. Но ночью он выпрыгивает. Хе-хе-хе. 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 Так греет хорошо. А в попе у него камешки. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, правда, шарики у те, которые массировать можно. Пальцы. Типа для деток, чтобы развивать хладкость. Ой, забыла, как оно называется. Правильно? Ой, вчера помылась. Что-то на голове выскочило. Болезненно. Короче, знаете, что я скажу? Я скажу, что встаю я всем. А остальное время, если позже надо, то я мучаюсь уже. Кручусь, засыпаю, просыпаюсь. Вчера доела мороженое. Горло чувствую, типа, сцепило. Думаю, ничего. У меня организм сильный. В организме постоянно борьба между всякими болезнями, болезненно-творными бактериями и организмом. И когда съедаю холодное, то всегда начинается такое. Это раньше сразу разболевалось в орлах. А потом я, по совету зрительницы, пропила джирелло. И теперь, когда такое, вот сейчас я встану, я тоже 40 капель накапаю джирелло этого. И должно пройти. И оно, типа, повышает обронную систему организма. Ну, короче. А то будет, вообще, чего не ешь, чего не ешь. А от тех витаминов, что я пью, у меня пердёж. У меня газы. И вы знаете, когда я пила Окувайт комплект, это, типа, это, наверное, от фолиевой кислоты. Потому что там, в Окувайт комплекте, была фолиевая кислота и омега-3. И я тоже была период, что я очень сильно прямо у меня было образование этого. Так, скорее всего, и тут тоже. Ну, всё равно бодрость есть. Хотя, вчера я уже ехала, я была уже убитая. Такая была, злая, такая. У меня всё бесило. Всё, весь вокруг меня, я вообще, запахи особенно обострились в перегарище. Я такая сидела, набурмошенная, надутая. Наушники в уши. Если бы не наушники, то вообще дрынде. А так радио. Тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля. И меня она успокаивала. Вот такие дела. Нет, прикольно. Реально тепло. Я его так ложу сюда на горло, и он меня так греет. Тёпленький медведик. Медведь офигел, думает. Стоял себе, стоял в магазине. Никого не трогал. А тут постельный мишка встал. Классно согревает. Ой, надо вылазить. Баба ушла. Ушла, наверное, с часов восемь. Сегодня же суббота, по-моему. Да, суббота. Вчера же была пятница. Вчера мы на занятиях. Там лекции были по массажу. Как делать массаж. Как беременным делать массаж. Даже, кажется, они ходят очень даже активно. Потом, ну, в общем, всё о таком говорили. О массаже и как делать, и шо. А потом была практика. Ой. Практика массажа. И там мы писали массаж руки. Просто технология, технику. А, короче, уже будем делать 13 января. Экзамены у нас по теории массаж 10 января. Сказали, если у кого нет ни одной оценки, кто не делал презентацию, не допущены до экзаменов. Ну, хотя перед этим говорили, что будет какие-то тесты или что-то такое. Кстати, этим оперированным глазом пытаюсь смотреть. Так как-то кусочком вижу даже четче, чем вот эти бесконтактные линзы. Но тут у меня поле зрения выше, а в этом чуть-чуть так. Прям что-то такое, ну, так, как картиночка прорезывается. Но очень слабо. Ну, короче, экзамены в ядваре начнутся. Уже. Ох, не за кто много предметов. Теория и практика массажа, физиотерапия, потом пречемёрство. Короче, шесть-семь предметов, наверное. Таких шопаний будет это в следующем. А потом в следующий семестр, наверное, сказали вроде две недели перерыв после января. Две недели перерыв. И потом в следующий семестр. И там в каком-то семестре должны. В каком-то семестре должны. Английский уже будет что-то еще там. Такое дополнительное. Но мне учеба нравится. Реально дают знания. Объединник мой. Замки. Восемь тридцать. Короче, реально дают знания. Реально все. Не так, что просто отщепнуло. Типа реально пишем. Ну, не пишем, а сдаем и все остальное. То есть мне нравится. Потому что если бы этого не было, то было бы мне интересно. Смысла не было бы учебы. Потому что уже как бы, как для меня, мне уже 40 лет и я пришла за знаниями. И реально понимаю, что это классно. Мне нравится массаж делать. Мне нравится учиться. Осталось только теперь пойти где-то в шпитале какой-то. И добраться к практике лечебных массажей. Потому что релакс релаксом, а массажи лечебными массажами. Это совсем другое. Если открывать свой кабинет, то надо уметь делать лечебные массажи. И тогда будет больше людей, больше пользы. Больше денег соответствующее. Потому что на релаксе долго не выйдешь. И я так, я не планирую убиваться. Ну типа работать прямо в захлеб. Чтобы, короче, как вот то работают там за 3 копейки. Нет. Мне хочется выучиться. Отстажироваться. Ну можете это поработать. Конечно. Но хотелось бы в шпитале поработать. А потом открыть свой кабинет и работать на хороший результат. Но без спешки. То есть один человек, он платит. Я с ним работаю, допустим, там сколько надо. Ну это у нас так массажистка. Она, ну это, которая нас в практике учит. Она говорит, я не, нет у меня что спешка. Там я бегом-бегом отшмыгала и пошла. Нет. Один человек пришел. Один в день. Но зато он там сколько надо. Время никто не контролирует. Типа час тот четко или два. Просто делается сколько надо там. Проводится бодание. Ну, обследование. И занимаешься человеком просто. Одним человеком. Конечно, он заплатит там. И может и 500 злотых заплатит. Но ему польза и массажисту не убивание своих сил, а нормальная работа. Потому что поток это никакого качества на потоке. Поток это поток. Это один стал, другой лег. И толку никакого. Никто ничего не смотрит. Можно, не можно делать вообще. Как, шо. Толком не прорабатывается ничего. Ну, я же говорю, это в будущем такое. Планирую. Конечно, на начальных этапах может быть. Но все равно я не хочу так, чтобы меня прямо загрузили по самое. Типа 15 минут и следующий. 15 минут и следующий. Ну, перерыва имею ввиду. Мне надо нормально. График. Нормальная работа, чтобы не потоковая. Она может быть потоковая. Но, допустим, в этой же шпитале. И там, если там массаж сустава такого-то. Да, то есть, это не сильно нагружающая. Так, частично массаж. А если такие, общий массаж, да все, чтобы посмотреть. Все, чтобы, как говорится, сбодать. Исследовать. То, конечно, это уже должно быть время. И, естественно, оно будет стоить. Ну, посмотрим, как оно будет. Главное, есть какие-то задумки. Ну, потому что, если просто идешь и нет задумок, то ни к чему идти. Типа нету ориентира. Хотя бы ориентир какой-то. Что хочешь. Ладно, буду вставать. Бутерброд. Смотрите, вчера не сушила волосы, ну, феном. А помыла и попрыскала вот той штукой, что я купила для волос. И они ровненько лежат. Офигеть. Я счастлива, потому что думала, будет шухер. Не ровно. Все, у меня куча охраны, поэтому можно идти спокойно. Офигеть. 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 Ой, как хорошо. Свежий воздух. Думаю, что сегодня такая тишина. Сегодня же суббота. Люди отдыхают. Хотела, забыла дома рассказать вам, как избавиться от икотки. Если на вас напала икотка, вы встали не так, не с той ноги. Вот так, и вы должны взять ложечку, сделать себе , нажать на язык, чтоб вызвать работный рефлекс. и тогда что-то происходит там и короче исчезает это икотка мне просто утром я встала не так же делаю всегда когда у меня я так думаю там что-то выравнивается и она перестает мучать это самый быстрый способ если с первого раза не выходит надо несколько раз делать вот так вот на их мак тут главное по ступенькам не убиться и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Купила такую штуку горячую, классная... Столько народу... Это мои покупки... Называется цебуляш... Вы знаете, я столько людей замечаю, которым надо помощь... Прямо какой-то... Продолжение следует... Иду... И притом его никто больше не видит... Потом... Я, короче, иду... Вот это на днях женщина... Но это не сегодня... Я вышла... Только вышла... Женщина ставит... Паня, прошу помочь... Перейти дорогу... Мы с ней еще поговорили... Я еще посоветовала ей ходунки купить, чтобы передвигаться... До остановки... До остановки ее довела... До остановки ее довела... Короче... Только что иду по магазину... А народу... Вообще... И вижу... Так... Просто замечаю... Что... Что-то... Не то... Короче... Мужчина... Ногой... Ну... Такой пожилой мужчина... Хорошо одетый... Такой прилично... Такой... Видно... Ногой... Свою... Кошелку эту... Толкает... Я прошла... Потом вернулась... Думаю... Что-то же не то... И... Короче... Вернулась... И... Говорю... Может... Пану помочь... Да я телефон прикрыла... Потому что... Подозрительный мужчина... Впереди оказался... Думаю... Сейчас хватит... Телефон и побежит... Короче... И... Я... Хватаю... Эту корзинку... Он за мной... Зачем они закрыли... Они перекрыли... Вход... С одной стороны... Он, наверное... Туда дошел... А потом уже зло взяло... Кинул... И ногой толкает... Чтоб... Типа... Кому-то стыдно стало... Но кроме меня... Никто его не видел... Вообще... Вот... Просто проходят... Люди не видят... И я рада... Что я вижу... Потому что если не замечать... То ты слепой... И мне хочется... Все видеть... Ну это мое такое... Психологическое... Стремление... Все видеть... Это... Раньше такого не было... Это не так давно... После операции... Так что... Замечайте... Тех, кому нужна помощь... Ой... Сейчас съем... Пойду еще поискаю... Поискаю постельное... Может где-то по скидке... У меня не одно только надо постирать... Купила порошок... Потому что надо по-любому постирать... Уже нету силы... Вот даже свитер взяла... На переменку... Потому что этот надо постирать уже... А здесь другого нету... А холодно без свитера... Поэтому... Вот это все... Сегодня надо перестирать... Поищу постельное... Если не найду... То у бабы попрошу какую-то простынь... Чтобы постелить... А оно за завтра высохнет... Тогда... Уже будет нормально все... Ладно... Буду есть... Поостываю... Короче... Иногда язык знать... Может даже не полезно... Потому что понимаешь... Что тебе говорят... Выходила с этих злотых тарас... А там такая... Дверь вращающаяся... Ну и остался небольшой проем... Естественно... Я думаю... Упрыгну... Конечно... Я упрыгнула... И слышу сзади... Там шла пара... И... Видимо... У меня же еще... Левый глаз... Ну... Не видит... Я... Не вижу там... Боковым... Левым... Зрением... В общем... Я упрыгнула... Скорее всего... Я... Поперед людьми... Упрыгнула... Ну... Что-то такое... Мне вслед... Спарит... Браво... Идиотка... Потому что очень крикнул... Прям... Слышно было... То есть... Иногда... Понимать язык... Вредно... Ну... В принципе... Ничего не произошло... И я замечаю... Что... Я этой стороной... Которая плохо видит... Часто люди цепляются... Просто... Идут... И почему-то... Так я иду впереди... Они сзади... Они... Проходят мимо меня... То есть... По логике... Наверное... Должна я отступать... Или... Они не смотрят... Только что... По переходу... Идет... Тетка... Тянет тележку... И ей похер... Метеллики... Она идет на меня... Просто идет... Идет... Ну... Мне пришлось... Конечно... Остановиться... Уступить ей место... Потому что... Ну... Раз... Человек... Так... Целенаправленно... Херячет... Как говорится... Короче... Такие... Моменты... Что... Тут никто... Ни на кого... Не смотрит... И лезут... Ну... Может это на... Центре так... Потому что... Тут с разных... Окраин... С разных... Народов... И разные... Вообще... Просто лезут... По головам... Я уже... Это и раньше... Замечала... И сейчас... Подтверждаю... Что... Херячет... Похер... Метеллики... Идет... Мне под ноги... Если бы я... Допустим... Отвернулась... Я бы на него упала... Ну... То есть... Вот так вот... Не пропускаю... А... Еще... Хотела... Сегодня... Иду... Короче... Идет мужик... Как всегда... Молодой мужик... И начинает... Я бездомный... У меня там... А я как шла... Так и иду... Яблоко ем... И он мне в свет тоже... Что-то... Курва... То есть... Это еще раз... Подтверждает... Что таким людям... Ни в коем случае... Не помогайте... Тунеядство... Поощрять... Вы участвуете... Тунеядство... Тоже... Помогать... Вот таким людям... У которых я видела... Что... Нуждаются... Помощи... Перевести дорогу... Помощь... Поднести... Что-то... Если человек... Видно... Что... И... Обычно... Они не просят... А вот тут... Униясов игнорировать... Полный игнор... И они будут вслед шипеть... Потому что... Ты же не смотришь даже на него... Такая классная картина за мной... Не... Ну... Мне этот поразил... Типа... Браво идиот... Странно... Ну... Не странные... Скорее всего... Они хотели пройти... Но так как я боковым зрением не вижу... То... Ну... Уступать они не планировали... А тут я перед ними... Ну... Это так же... Как тетка передо мной... Пошла... Пошла... Может она тоже не видит... А я... Так думаю... Что... Что-то она в наглую... Купила себе постельную за 69 злотых... Зара Хоум... Там сейчас распродажи... Скидки... Грандиозные... Конечно... Люди грибут... Все... И я бы грибла... Там приятно пахнет... Всякие эти штуки... Пахнут... Но... Денег нет... У меня надо было только постельное... Чтобы сейчас постирать то... И сменить... Потому что... Я вообще... Стираю... Редко из-за того... Что нечем сменить его... Так что... Я теперь с порошком... С постельным... С едой... Все нормально... А денег еще заработаем... Короче... Много... Выпивших... Много русскоговорящих... Пьяных... В трамваях... Таких прямо... Еле языком ворочают... Короче... Что-то... Праздники наближаются... Это центр... В центре есть центр... Так что... Такие это у меня и новости... Ладно... Пойду... Видео вам загружать... Ладно... Ладно...